Здравствуйте, друзья! Снова рад всех приветствовать. Меня зовут Алексей Печи. 3 апреля на календаре и мы с вами традиционно подводим итоги уходящего дня. Сегодня поговорим о фейках, о взятии Бахмута, очередной захват Бахмута, о котором россияне бахвалятся. Обсудим с вами очень интересные подробности по поводу ликвидации пропагандиста Тарнавского, вот тот случай, который произошел накануне в Питере. Обсудим с вами еще тематику наших перспектив вступления в НАТО, там тоже есть о чем поговорить. Но, как всегда, я сначала очень коротко в преамбуле введу в курс дела, о чем будем дальше разговаривать, ну а потом уже будем раскладывать все по полочкам. Силы обороны Украины улучшили тактическое положение в Донецкой области, в этом уверяют в пресс-центре таврического направления. В то же время президент Зеленский заявил, что у россиян еще есть время уйти с украинской земли добровольно, а иначе позже ВСУ будут уничтожать каждого оккупанта во время контрнаступления. И вот на фоне таких заявлений от украинского командования, главарь боевиков Вагнера Пригожин в очередной раз заявил о якобы захвате Бахмута. Но в генштабе ВСУ призвали не обращать внимания на заявления российских идиотов, потому что они не соответствуют действительности. Но здесь нужно обратить внимание на то, когда именно Пригожин сделал вот это заявление о якобы захвате Бахмута. Как раз через парочку часов после взрыва, прогремевшего в одном из кафе Питера, где был уничтожен российский пропагандист Владлен Тарнавский. Поэтому похоже, что Пригожин не на шутку перепуган и боится, что может стать следующим, а потому и пытается придумать какие-то себе победы. К слову, аналитики уверены, что Кремль может использовать убийство Тарнавского, чтобы ввести еще большую цензуру и вместе с тем повысить градус ненависти россиян к Украине. В то же время Беларусь опять пытается пугать, проверяет боеспособность своей армии, но Украина продолжает подготовку к контрнаступлению, ну и наши партнеры все больше и больше помогают, здесь тоже есть о чем поговорить. Поэтому подробнее обо всем этом в комплексе давайте дальше и поговорим. Но прежде чем мы начнем, я попрошу каждого из вас поставьте, пожалуйста, лайк этому выпуску, подпишитесь на YouTube канал, ну и напишите в комментариях ваше мнение по поводу тех тем, которые будем обсуждать. Итак, традиционно начнем с обзора ситуации на фронте за последние сутки. И вот только вчера мы с вами говорили о том, что в УСУ удалось вытеснить оккупантов с отдельных позиций в Донецкой области, и сейчас наши бойцы обустраивают там новые позиции. И уже сегодня спикер силы обороны таврического направления Алексей Дмитриевич Рашковский уже утвердительно заявил, что на донецком направлении украинским силам удалось улучшить свое тактическое положение. Были заняты некоторые позиции, которые для нас стратегически важны. Вместе с тем Дмитриевич Рашковский добавляет, что оккупанты продолжают атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях. В частности, сейчас на этих направлениях враг пытается сосредоточить силы, но им ничего не удается. Известно, что возле Авдеевки враг производит определенную ротацию, потому что предыдущие силы, которые несколько недель пытались что-то атаковать, понесли большие потери. Однако, уверяет Дмитрий Рашковский, и ротация оккупантам не поможет. А здесь приведут стату Алексея Дмитриевича Рашковского. На сегодняшний день известно о выводе оттуда 200-й мотострелковой бригады Росармии. Их вывели, чтобы они смогли восстановить силы. Но есть информация, что туда зашли вагнеровцы, но пока подтверждения этому нет. Враги очень боятся нашего контрнаступления и понимают, что их силы на донецком направлении истощены. Они постепенно теряют свою боевую способность. В то же время, сегодня советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что российские войска в оккупированном Мариуполе продолжают укрепляться. Значит, они готовятся к обороне и новым ожесточенным боям. В частности, Андрющенко призвал все-таки не прибегать к такому самообману иллюзорному о том, что, мол, контрнаступление будет легким. К сожалению, враг действительно там готовит Мариуполь к обороне. Ну и по словам Андрющенко, максимальная милитаризация Мариуполя прямо указывает, что никакого херсонского сценария оккупанты там не планируют. Следовательно, здесь нужно добавить, что все будущие успехи на фронте – это не из-за тотальной паники врага, а из-за мастерства и героизма сил обороны Украины. Однако ситуация на Донбассе для оккупантов все-таки действительно нерадужная. Несмотря на все попытки захватить новую территорию, они лишь теряют свои позиции и своих солдат и технику. Но все-таки придумывают для себя новые победы. Вот, в частности, накануне главарь боевиков Вагнера Евгений Пригожин заявил о, процитирую, «юридическом взятии Бахмута». Значит, по словам боевика, над администрацией города якобы подняли российский флаг в память об убитом пропагандисте владления татарском этом. Так вот, эту легенду главарь боевиков рассказал в видео коротеньком, которое опубликовала его пресс-служба. Так вот, на этом видео Пригожин сообщает, что якобы 2 апреля в 23.00 был захвачен центр Бахмута и позади него на кадрах якобы здания городской администрации. Соответственно, по логике Пригожина, россияне юридически захватили Бахмут. Хотя даже Пригожин признал, что говорить о полном захвате Бахмута еще очень и очень рано. По его словам, ВСУ удерживает позиции в западных кварталах города. Однако, уже наутро в офисе президента Украины призвали не реагировать на фейки врага, потому что ему постоянно нужно показывать Кремлю, что якобы у них там есть какие-то победы. Здесь я просто напомню, как несколько дней назад мы уже с вами обсуждали подобное заявление вагнеровцев о якобы захвате Бахмута. Тогда ровно так же оккупанты утверждали, что доказательством такого захвата является размещение флага боевиков вблизи какого-то там админздания в городе. Позже оказалось, что зайти ночью малой группой и успеть разместить на неопределенной территории флаг это еще далеко не захват города и даже не захват той территории, куда вы зашли. Уже через минуту оккупанта могут просто уничтожить ровно на том же месте. Следовательно, сегодня спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уверяет, что украинские военные продолжают держать оборону в Бахмуте. Российская армия еще очень далека от захвата города. И он подтвердил, что да, вблизи админздания, где засветился Пригожин, шли бои. Но ни о каком захвате города речь не идет. Приведут стату Череватого. Бои шли у здания городской администрации. После чего, как известно, главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что россияне взяли город юридически, поскольку боевики якобы готовятся вывесить российский триколор на админздании Бахмута. Однако, подчеркиваю, российские войска далеки от захвата Бахмута. Бахмут украинский. И они ничего не захватили. И, мягко говоря, очень далеки от этого. Однако, очень важно обратить внимание на то, как именно и когда именно было сделано вот это заявление Пригожиным. Дело в том, что прозвучало оно буквально через несколько часов после убийства в Петербурге российского пропагандиста Владлена Тарнавского, да еще и в кафе, которое принадлежит Пригожину. И здесь стоит вот комплексно рассмотреть этот вопрос. Если очень коротко, вчера вечером в одном из кафе Петербурга происходит сходка пропагандистов, где в результате взрыва был уничтожен российский военкор Тарнавский. Но Тарнавский, на самом деле, во-первых, не Тарнавский, а Фомин, его настоящая фамилия. Так вот, он родом из украинской Макеевки и известен не только своей пропагандистской деятельностью. Он в 2014 году воевал на стороне так называемой ДНР, ну а позже уже переехал в Москву. В Москве он стал называть себя писателем и военкором. Он оправдывал нападение России на Украину и заявлял о том, что Россия, цитирую, всех победит, всех убьет, всех, кого надо, ограбит. И вот этого мусора вчера не стало. И теперь вся российская пропагандистская тусовка просто заливается в каком-то угаре, призывая уничтожить Украину и заставить украинцев страдать. И, конечно, многие, ну не многие, давайте так говорить, все, российские чиновники и пропагандисты обвинили, конечно же, Украину в организации этого теракта с целью убийства Фомина-Тарнавского. Пресс-алкаше МИД РФ Маша Захарова обвинила Киев в убийстве Фомина и похвалила российских милитарий-блогеров за освещение войны. А тут сразу же появляется несостыковка. А Захарова, видимо, забыла, что тот же Тарнавский критиковал и Минобороны России, и Министерство иностранных дел России. Но сейчас, как бы уже плевать, Кремль пытается выжать максимум из смерти этого Тарнавского. В частности, в так называемом Национальном антитеррористическом комитете РФИ заявили, что взрыв в кафе был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией Навального, активной сторонницей которого является вот эта задержанная Дарья Трепова. Тем временем, вот эти говорящие усы Путина, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы, цитирую, столкнулась с киевским режимом, поддерживающим теракты. По его словам, вот тот же режим якобы может стоять за убийством как вот этого татарского, так и Дарьи Дугиной. Ну и как оказалось, и как говорит Песков, цитирую, именно поэтому и проводится СВО. Вон оно как. Я напомню, да, что так называемое СВО началось намного раньше, чем погибла даже та же Дугина. Но, говорит, это вот есть причина, есть следствие. Они немножко перевернулись в сознании Пескова, но, тем не менее, россияне в это верят. То есть в Кремле собрали всех врагов, Навального, Украину, вместе и обвинили в теракте. А, конечно, можно посмеяться над этой глупостью, но здесь как раз начинается самое интересное. Во-первых, кафе, в котором проводилась вот эта сходка пропагандистов в Питере, и где был ликвидирован этот пропагандист татарский, принадлежит главарю боевиков ЧВК Вагнера. И там очень такие закрученные схемы, ну, как обычно, не напрямую, а там через зятя и так далее, и так далее. Но в итоге мы приходим на то, что это все-таки заведение этого самого Пригожина. Это первый момент. Дело в том, что вот этот татарский был вовлечен еще и в некоторые делишки, о которых мы с вами немножко позже поговорим. Но я сейчас хочу остановиться все-таки на этом заведении, да, на этой кафешке. Тот же Пригожин вот перед бахвальством о якобы взятии Бахмута вдруг заявил, что он лично не берется, цитирую, обвинять киевский режим в смерти Фомина и российского ультра-националистического деятеля Дарьи Дугиной. А дальше он предполагает, что на самом-то деле никаких украинских агентов там и в помине не было. Это Пригожин говорит. То есть по словам того же Пригожина, ответственность за такие нападения, не только вот что касается этого татарского, за ними может стоять группа радикалов, которые не связаны с украинскими властями. То есть сам Пригожин допускает, что смерть вот этого татарского Фомина явилась результатом каких-то межусобиц и политической конкуренции внутри России. Но это еще не все. Есть еще несколько деталей, связанных с этим татарским, который заставил Пригожина понервничать. Дело в том, что этот татарский был вовлечен в пропаганду исламского джихада для того, чтобы расширить вербовку россиян. А еще этот татарский руководил несколькими кампаниями по вербовке внутри России и пропагандировал насильственный милитаризм и все вот эти идеи Путина. Конечно же можно заявить, что этот татарский, он был фигурой, которая является прекрасной мишенью для Украины. Но сами же вагнеровцы, и не только, кстати, они, склонны считать, что прямо на таких вот радикалов объявили охоту российские спецслужбы, чтобы те просто не дискредитировали Путина. Потому что за воинственной риторикой есть только провалы на фронте. Появляется все больше не состыковат. И тут я вам приведу цитату из сводки Института изучения войны, вот как они описывают вероятность происходящего. Цитата. «Убийство Фомина, то есть этого татарского, в баре Пригожина, по всей вероятности, является частью большей модели эскалации российских внутренних конфликтов с участием Пригожина и Вагнера. Фомин присутствовал на другом мероприятии раньше, в тот же день, без инцидентов. Поэтому, похоже, нападение было намеренно устроено в помещении, принадлежавшем Пригожину». Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что смерть Фомина явилась следствием борьбы и политической конкуренции российских актеров. Ну, актеры в кавычках. Некоторые российские политологи тоже предположили, что Пригожин должен был присутствовать на этом мероприятии Фомина. Убийство Фомина, возможно, было задумано как предупреждение Пригожину, которое все больше подвергает сомнению основное положение Кремля о войне в Украине и даже косо сигнализирует о заинтересованности в российском президентстве, будь то конкуренция с Путиным или его преемничество. Биография и поведение Фомина сродни биографии Пригожина, поскольку оба стали известными ультра-националистическими фигурами после заключения и помилования. Следовательно, Пригожин теперь и пытается, знаете, немного сбить этот информационный шум вокруг ликвидации этого татарского, заявляя о якобы захвате Бахмута. С другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что этот инцидент это еще и прекрасный повод для Кремля позакрывать рты всем неугодным, проще говоря, усилить цензуру на России. Кроме того, этот взрыв в кафе Пригожина это откровенная попытка дискредитации главаря боевиков Вагнера, потому что, как уже пишут российские медиа, кафе Пригожина в Питере находится в полутора километрах от квартиры диктатора Путина. Она там записана на его какую-то бывшую жену, но все понимают, чья она. И дальше все указывает на то, что именно Пригожин мог быть одной из целей. Этот Пригожин передал вот это кафе так называемому патриотическому движению «Киберфронт-Зед», в который входил этот татарский. Поэтому очень похоже, что русские пауки в банке стали действительно жрать друг друга. Ну, все вот эти цепочки, они связываются в одну единую историю на самом-то деле. Тем временем, Украина продолжает подготовку к контрнаступлению, и, как говорит Зеленский, пусть Россия думает об убийстве того татарского сама. Нам как бы свое делать. Известно, что уже 5 апреля президент Зеленский отправится в Польшу. В Варшаве он проведет целый ряд встреч. Ну и, как пишет издание Guardian, визит начнется со встречи с президентом Польши НЖМ Дудой. Лидеры обсудят вопросы безопасности, региональной политики и экономического сотрудничества, а также транзит украинского зерна и другой продукции через Польшу. Кроме того, будут обсуждения и предстоящего контрнаступления, и потребности для его успешной реализации. И здесь есть хорошая новость. Значит, накануне президент Зеленский заявил, что украинские защитники готовятся к контрнаступлению и деоккупации захваченных территорий. Следовательно, если оккупанты сами не уйдут из Украины, все они будут уничтожены. Приведут стату Зеленского. Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам. Но силы обороны готовятся быть сильными в бою и освобождать нашу землю. Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны это знать. У них есть время уйти, иначе мы их уничтожим. Такого же мнения, кстати, все больше придерживаются и в НАТО. В частности, в Альянсе звучит все больше сигналов, которые говорят нам о том, что НАТО не боится больше Кремля и сейчас сосредоточено на увеличении поддержки Украины и на собственном усилении. В частности, сегодня, по сути, происходит подготовка к встрече министров стран НАТО, где генсек Альянса Йенс Толтенберг заявил уже, что позиция НАТО по поводу заявки Украины на членство остается неизменной и заключается эта позиция в том, что Украина станет членом Альянса. Это цитата. Понимаете, территорика меняется. Не двери открыты. Украина станет членом НАТО. Но сейчас, уверен Столтенберг, куда важнее сосредоточиться всему блоку НАТО вокруг того, чтобы сохранить суверенитет Украины. В настоящее время, говорит Столтенберг, важно усиливать военную, летальную, нелетальную и экономическую поддержку Украины. По его словам, НАТО должно помочь Украине полностью, вот полностью перейти на западное вооружение и уже сейчас выработать механизм обеспечения безопасности Украины после войны. То есть Столтенберга говорит нам о том, что после войны Украина точно станет членом НАТО, поэтому сейчас нужно победить, потом нужен механизм безопасности для Украины в переходной момент, а дальше уже членство в НАТО. Вот приведу цитату Столтенберга, когда он говорит о том, что сейчас нужно сосредоточиться на усилении Украины. Цитата. «Мы не знаем, когда эта война закончится, но когда это произойдет, нам нужно будет принять меры, чтобы Украина могла сдерживать предстоящую агрессию. И история не повторилась. Я приветствую мирный план Зеленского, но нет никаких признаков того, что Путин готовится к миру. Он готовится к новой войне. Вот почему мы едины в нашей решимости не сдаваться и поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Союзники доставили уже 65 миллиардов евро военной помощи. Мы обсудим, как мы можем усилить нашу поддержку, в частности, путем продолжения укрепления вооруженных сил Украины и их полный переход с вооружения советских времен к оборудованию и доктрине НАТО». Кроме того, Столтенберг заявил, что министры иностранных дел стран НАТО в следующие два дня должны начать разработку многолетней программы поддержки для Украины для реализации перехода нашей страны в Североатлантический Альянс. И, кстати, там будет и Кулеба. И, что тоже важно, впервые с 2017 года произойдет наконец-то саммит Украина-НАТО. Я напомню, что раньше его блокировало в Венгрии, в этот раз не получилось. Ну и похоже, знаете, что наконец-то это не просто слова, а какие-то реальные намерения на перспективу, вот то, о чем говорит Столтенберг. Потому что, как известно, немецкий концерн по производству оружия «Райн Металл» завершает в Румынии строительство базы для обслуживания и ремонта самоходных гаубиц, «Станков», «Леопард-2» и «Челленджер», «БМП», «Мардер», ну и там другого тяжелого оборудования. Вот этот центр заработает уже в ближайшие дни. Ну и как здесь обойти новость о том, что несмотря на все запугивания России, НАТО все-таки расширяется. Как говорил Путин, нравится-не нравится, а НАТО расширяется. Сегодня Столтенберг уже официально заявил, что Финляндия станет полноправным 31-м членом НАТО уже завтра, 4 апреля, во время встречи министром иностранных дел стран Альянса. И по этому поводу завтра в Брюссель прибудет президент Финляндии и примет участие в официальной церемонии присоединения его страны к НАТО. И что же в ответ делает на это все Россия? Во-первых, посол РФИ в Беларуси Борис Грызлов заявляет, что ядерное оружие в Беларуси будет размещено у границы с Польшей. По его словам, к 1 июля будет подготовлено хранилище в Беларуси для размещения тактического ядерного оружия. Мол, это вот такой ответ на усиление НАТО. Кроме того, и это во-вторых, белорусский диктатор Лукашенко опять пытается напугать очередной проверкой боеготовности армии. Диктатор сегодня поручил проверить готовность белорусской армии к проведению обороны. Хотя на самом деле подобное Беларусь делает неоднократно. Мы, по сути, уже начали к этому привыкать. В общем, если подытожить, то подготовка к контрнаступлению продолжается. Есть уже хорошие сигналы, которые связаны с Североатлантическим альянсом. Он становится все более решительным. И это стоит отметить. А в то же время на Москве, как видим, между собой чеки продолжаются и они начинают нарастать. Я еще раз подчеркну, все нити от этого Владлена Татарского, вот этого пропагандиста и военкора, они ведут именно к Пригожину. И масса свидетельств того, что этот Пригожин мог находиться на этом так называемом творческом вечере вчера в питерском кафе. Но его там не было. И если вы посмотрите еще раз на поведение Пригожина буквально через пару часов после этого инцидента, то вы поймете, что Пригожин очень сильно напуган. Он понимает, что это не какие-то там украинские агенты и спецслужбы. Это свои же российские спецслужбы, которые начали потихонечку зачистку. Вот, поэтому нам это только в плюс. Пусть эти российские пауки в банке действительно поперегрозают друг друга. Вот, да, татарский, он все время, я его почему-то хочу назвать Тарнавский. Татарский. Владлен Татарский, хотя на самом деле Максим Фомин из Макеевки. Вот. Давайте на этом пока поставим многоточие. Мы к этой теме точно еще вернемся. Друзья, сейчас попрошу вас подписаться на YouTube-канал 24 и подпишитесь на мой личный YouTube-канал, называется Алексей Печий. Вот такое поэтическое название у моего YouTube-канала, поэтому welcome. И, друзья, на этом мы пока не заканчиваем подведение итогов. Хочу добавить, что в следующем выпуске, который появится на площадке YouTube буквально через полчаса после этого выпуска, мы обсудим с вами визит Эммануэля Макрона в Китай. Макрон заготовил определенный козырь в рукаве, который он хочет использовать в диалоге с Цзиньпином, чтобы немножко отвадить его от сближения с Путиным. Вот что это там за козырь такой, мы обсудим в следующем выпуске, поэтому подпишитесь обязательно на YouTube 24-го канала, на YouTube-канал Алексей Печий, мой личный. Поставьте оповещение, колокольчик, чтобы не пропускать этот выпуск. Поэтому встретимся в следующем выпуске. А на этом завершу, спасибо всем, кто объединился. Верьте в Украину, верьте в ЗСУ, помогайте один одному и нашим защитникам, и тогда разом мы точно переможем. Слава Украине! Побачимось!